Добрый день! Все мои секреты сразу раскрыли, только я хотел всех удивить своим отличным выступлением, но все сгенерировано на нейронными сетями. Действительно так. На самом деле, я, конечно, шучу, но мы очень близки к этому, и мне кажется, вопрос о том, как внедряется искусственный интеллект врачебной деятельности, он, на самом деле, для многих принципов, мне кажется, и решен. Есть ощущение, что все понимают уже, как минимум предыдущих спикеров послушали, но и в целом, мне кажется, понимание, как это все внедряется и где используется, оно уже из каждого утюга, как говорится, слышно, куда мы идем в медицине с И. Поэтому я сегодня не только расскажу про его внедрения, но и скорее про то, как вам к этому процессу присоединиться, да, потому что, мне кажется, вам, наверное, интереснее именно эта часть, да, каким образом вам поучаствовать в том, чтобы технологии стали использоваться в вашей практике. Про себя я, наверное, подробно рассказывать не буду. Я как бы сам, на самом деле, медик и фотоцентр по образованию. И в целом могу сказать, что среди моих, так скажем, коллег, с кем я вместе работал, с кем я вместе учился, всегда выделялись люди, которые занимались именно IT, именно цифрой. И для меня всегда это очень приятно, что среди медиков эта тенденция сохраняется. И, по сути, наша цифровая кафедра – это такой способ выявить ребят, которые идут в сторону цифры, в сторону IT, и дополнительно дать им какую-то возможность поучаствовать в катонах, в каких-то мероприятиях, ну, безусловно, в учебных материалах дать нужные и дальше куда-то направить на стажировку, на работу. Вот, мне кажется, возможность помочь в этом процессе – это самое главное, что у нас есть и наша главная задача. Если переходить к собственным вопросам о внедрении искусственного интеллекта, я, наверное, отмечу, что здесь самое актуальное, в каких направлениях сейчас мы движемся. Это, безусловно, не только большинство моделей и прохождение экзаменов и консультирование пациентов. Здесь огромное количество задач. Например, это работа с теми данными, которые накапливаются, в ходе оказания медицинских услуг. И, собственно, эти данные у нас теперь появляются в цифровой форме, и при их обработке мы можем строить различные модели, которые могут предсказывать состояние, оценивать тактику лечения планировать, оценивать эффективность лечения. И здесь открывается огромный потенциал для того, чтобы помочь врачам. В телемедицине также есть очень интересные моменты, которые связаны с тем, что если с вами врач общается дистанционно, то, может быть, нам этого дистанционного врача можно заменить уже на дистанционного помощника. То есть тут есть уже такая тонкая грань, можем ли мы сделать систему, которая будет оперировать той же информацией, которую оперирует врач при дистанционном приеме пациента, чтобы дать какие-то медицинские рекомендации. Вот, мне кажется, здесь очень большой потенциал, и, скорее всего, в ближайшее время, что мы будем видеть на мировой арене, то это будут как раз какие-то телемедицинские системы, которые будут уже полностью автоматизированы и полностью работать с применением искусственного интеллекта. Ну и, естественно, очень важно информацию для обучения искусственного интеллекта собирать правильно, то есть подготовка тех базовых датасетов, базовых данных. Это также очень важно, потому что, собственно, без них мы не можем нашей системе обучить. И, естественно, все с внедрением искусственного интеллекта в медицине не так просто, потому что нам нужно сделать его не только, чтобы он мог ответить на вопросы экзамена и условно пройти тест на то, что он правильно отвечает, нам нужно его внедрить. А внедрить что-то в медицину, даже если это не искусственный интеллект, а просто какая-то любая новая технология, это, честно говоря, десятилетие. И это, наверное, самая главная проблема. Потому что когда мы видим, как быстро, например, в банках адаптируют новые технологии, в доставке или еще где-нибудь, это вызывает некоторую зависть у медиков, потому что мы так не можем, нам нужно, чтобы у нас были учтены все риски и опасности, мы должны не навредить пациенту. И тут кажется со стороны, что медицина в этом плане сильно отстает. Но, тем не менее, мне кажется, тот прогресс, который есть, нужно как минимум оценить и как не обязательно его поддерживать. Потому что, несмотря на всю эту сложность, мы видим, что появляются решения, они внедряются, и ими можно уже даже попользоваться в реальной практике. Это, на самом деле, для меня это немного поразительно. Ну, переходя, собственно, к тому, какие задачи мы можем решать, наверное, самое главное, что врач ждет от искусственного интеллекта, это то, чтобы уменьшить себе рутинную работу. Вот мне очень понравился кейс, который происходит сейчас в Москве, как искусственный интеллект применяется для обработки рентгенологических изображений и описывает случаи, в которых нет патологии. Это 99% от всех снимков, и они, собственно, снимают большую часть работы врача, и качество выявления таких снимков, где нет патологии, оно очень высокое, вероятность, как скажем. И в этом плане система, мне кажется, идеально описалась в бизнес-процесс, и облегчит жизнь врачу, в первую очередь, и, собственно, дает возможность врачам сконцентрироваться на тех случаях, где патологии есть, чтобы они их действительно разобрали, подробнее описание, подробнее свое время там, где им действительно нужно. Также у нас сейчас эти решения начинают диражироваться по стороне. То есть сейчас поставлена задача, чтобы в каждом регионе было внедрено хотя бы одно решение на основе искусственного интеллекта. Ну, это, конечно, очень огнеуровневая задача, потому что здесь сразу начинаются вопросы о том, что мы будем называть искусственным интеллектом, какие решения и как они внедрены. Но, тем не менее, как посыл, так и общая идея – это разумно правильно и совершенно актуально, потому что в медицине у нас, наверное, все знаете, что все-таки большая часть – это государственная медицина в России, и, соответственно, ну, естественно, посыл о том, что внедряли ИИ, должен идти сам вверх, как не здраво. И, ну, вот, собственно, начнем с темно-мироногии и дальше в другую заботу перейдем. Я думаю, что это будет правильное начало, и оно позволит такие решения масштабировать. Но, естественно, не только обработкой медицинских изображений все живет в внедрении искусственного интеллекта в медицине. Очень есть интересное направление по обработке русской речи врача. Здесь также подближаются алгоритмы, которые помогают ее разобрать, выявить именованные сущности, структулировать, ну, то есть, по сути, также ускорять работу и снимать рутину. Еще есть огромное количество задач по работе с видеоданными. То есть это и наблюдение за пациентами, за лежащими больными, например, или работа с видеопатроком при проведении каких-то исследований. Ну, и, наверное, самое такое, что наскокую сейчас, это чат-боты, которые помогают в взаимодействии с пациентом. Вот, наверное, чат-чат и прочие языковые модели, они как раз эту историю очень сильно сейчас подстегнули. Потому что здорово, когда вы можете написать себе вопрос, тем более медицинские, и те на него ответят практически по-человечески. Рассказать не хочу про те проекты, которые у вас ребята делают. Вот, собственно, делаю как раз в сторону чат-ботов, потому что реализация их самая доступная для студента-медика, которые учатся на цифровой кафедре, и за счет интеграции через API с сервисами, которые предоставляют компании технологические, можно сделать внедрение больших языковых моделей в чат-бот и, собственно, довольно быстро собрать какую-то конструкцию, которая будет приносить уже какую-то действительную пользу. Ну, естественно, это так и в первых режиме пока что может только происходить. Если это какие-то медицинские решения, то их можно безусловно регистрировать, тестировать, реагировать и так далее. Но, тем не менее, студенческие проекты — это вполне интересные задачки, которые хорошо реализуются. Еще в проекте, который наши коллеги реализуют, тоже же чат-бот, который помогает вести правильный образ жизни, подсказывает, как ваш образ жизни влияет на то, как оценивается ваш биологический возраст, например. И еще один чат-бот уже про психиатрический профиль. То есть на практике сделанное решением, которое позволяет пациентам управлять, у которых есть проблемы с такой успехом. Еще интересное решение, которое до меня тоже просили немножко осветить — это работа с электрокардиограммами. Она на самом деле не такая простая и в мире до конца еще не решена. И связана это, в первую очередь, с тем, что нужно огромные бета-сеты набрать, где будут различные аннотированные данные, которые в дальнейшем можно будет использовать для обучения тех самых алгоритмов искусственного интеллекта. Но вот наши студенты занимаются этим направлением. И, в принципе, самое для меня приятное — это то, что такие задачи и такие работы могут выполнять не только какие-то имеют специалисты, у которых в степени, которые заседают в позинимах, но и ребята, которые реально просто у нас учатся, и параллельно еще увлекаются IT-цифрой и реализуют такие вот проекты. Мне кажется, это очень здорово и, собственно, одна из наших целей. Вот еще интересный проект у нас сделали ребята по распознаванию узлов на снимках ультразвуковых щитовидной железы. Довольно интересный проект, потому что вообще датасетов по щитовидной железе очень мало, и это направление практически не закрыто. Кажется, что сейчас есть датасет практически под все, практически все задачи уже какая-то группа команды решает, но на самом деле, если начинаешь разбираться, что уже сделано, оказывается, что процентов 10-20 закрыто уже готовое решение, а все остальное, по сути, надо просто брать, собирать, апробировать на них различные модели и получать результат. Мне кажется, сейчас самый перспективный способ для врача, так скажем, взявить в профессиональном сообществе – это взять какое-то направление, прикрутить к нему что-нибудь, связанное с искусственным интеллектом, и получить результат, который вполне мог быть ранее никем не получен. Как тема для инсортации, мне кажется, внедрение искусственного интеллекта – идеальный вариант на текущий момент. Пока еще не все темы заняты. Ну и, соответственно, здесь просто перечисление тех проектов, которые у нас студенты делают, и заболевания кожи, и, считаю, как я уже сказал, с глазными заболеваниями, амитомологии, и олегальной гистологии. В общем, направлений очень много. В принципе, про каждое можно отдельно рассказывать. По сути, тема для лекций, да? Не для наших встреч сегодняшних. Просто по черту, что направления очень разнообразные. Также, в продолжение предыдущего спикера, наверное, скажу про работу с биомедицинскими текстами. Интересно то, что загрузка огромных библиотек и изучение из них смыслов – эта задачка была еще и до больших языковых моделей, и решалась она, по сути, на нейронных сетях-трансформерах. То есть, по сути, большинство моделей стали логичным продолжением этой технологии. Но тот подход, который был разработан еще раньше, он также вполне себе валитен, то есть можно извлекать из публикации данные, которые вы можете в дальнейшем использовать по работе врача. Также еще одно направление, которое требуется, по сути, на большинство медиков, кто занимается научной работой – это анализ тех данных, которые были получены. То есть, например, есть у нас табличка в Excel, где у нас забиты параметры наших пациентов, которых мы принимаем, и какой-то ключевой показатель, например, исход или степень тяжести заболевания или что-то еще. И, соответственно, при помощи той системы, которую мы разработали для анализа таких данных, мы можем без знания на программирование эту табличку загрузить в систему и получить какие-то коллективные модели, которые будут оценивать для новых случаев, в которых еще неизвестен, включать показательный исход или что-то еще. На основе тех параметров, которые мы двигали по предыдущим пациентам, получать прогноз при помощи различных алгоритмов. В принципе, очень интересно. По сути, каждый может с этим поиграть, попробовать свои данные туда ввести, и довольно полезно для практического обучения. Соответственно, все довольно просто и понятно. У нас также есть довольно подробная реакция. Также нужно понимать, что внедрение искусственного интеллекта невозможно без прохождения определенных этапов. То есть у нас должны появиться те данные, которые мы считаем необходимыми. Желательно, чтобы эти данные были различной модальности, то есть и текст, и цифровые значения их численные, и изображения. Если мы все эти вместе объединяем, мы можем сделать очень интересные модели, которые будут действительно уже работать на уровне реального врача. Потому что врач работает же не только со с ним, он посмотрит и описание других исследований, и посмотрит и результаты анализов, и уже будет дальше делать выводы о том, как им увеличить пациента. Про тассеты я подробно останавливаться не буду. У нас целый следующий доклад про них подробный. И, наверное, только отмечу, что у нас очень большое внимание им уделяется, и их значимость будет словно неоспорима. Про большие языковые модели очень много было сказано предыдущим спикерам. Я, наверное, добавлю только то, что направлений для их применения очень много. Не только консультирование пациента бедичаном. Это может быть и сувализация текстов, и написание отчетов, и обработка результатов исследований, чтобы написать какой-то обобщающий материал, досье дистрибционное, какой-то отчет. То есть, по сути, та работа с текстом, которую сейчас стало возможно обментировать, она просто колоссальная. И я бы хотел, конечно, чтобы все обратили внимание на эту технологию. Потому что лично я, на самом деле, действительно, презентацию пока джаджик Тима не следует. Но, тем не менее, уже в сторону. Картинки и тексты все вместе собраны, и все хорошо. Уже такие есть неровки. Но пока и качество, конечно, немножко не дотянуло того, что нам нужно. Но, тем не менее, что-то близкое к обзорной статье, по сути, написать такая система уже может. Ну вот, я думаю, что ценность обзорной статьи будет постепенно из-за этого снижаться. Потому что каждый может такой обзор сделать сам, просто введя нужный запрос по пришельской модели. Вот, например, коллеги вводили запрос, связанный с взаимодействием лекарственных препаратов. И получили то, что и Мишельская модель насобирала случаи, которые ранее не были отписаны только из первого периода. Вот, например, модель нам пишет, как синтезировать вещество на основе его СМИЛС-формулы. И расписывает прямо к шагам, какие действия нам надо сделать, чтобы его получить. И, что интересно, ранее алгоритм синтеза не был описан в литературе. То есть это полностью новая методика. Ну и про взаимодействие с пациентом также было уже много сказано. Я, наверное, подробно не останавливаюсь. Соответственно, то, что можно задать свой медицинский вопрос и получить у него довольно разумный ответ, это, на самом деле, и даже для меня очень полезно. То есть я не буду его обманывать. Сам этим пользуюсь. Периодически спрашиваю просто, чтобы что-то уточнить. И ответы мне очень нравятся. То есть я прям доволен качеством, как и наших больших острых моделей отечественных. В принципе, мне кажется, здесь потенциал сейчас очень неплохой. Про подбор пациентов на проведение исследований тоже очень большая перспектива. Потому что у нас есть описание протокола и текста, есть данные о пациентах. Одно с другим, в принципе, начится. И на выходе получаем, кто для чего подходит. Для того, чтобы у нас в Центре цифровой медицины учить студентов у нас, вот я уже рассказал про AutoML, который был сделан. Есть система, которая работает как большая искровая модель отвечая на медицинские вопросы. Но она единственная сделана на открытых искровой модели LAMO-2 и дополняется к теме медицинскими данными, которые были дополнительно добавлены в виде библиотеки медицинской литературы. Про цифровую кафе давайте пару слов скажу. Я думаю, что это вообще очень полезный проект для тех ребят, кто хочет в дополнение к медицинским компетенциям получить цифровые, айтишные. И по сути у нас все программы направлены на то, чтобы подвести вас полномерно к искусственному интеллекту. То есть у нас программ довольно много, ну четыре, может и не много. И они все строятся под базы, бетон, какие-то основы программирования, основы работы с данными. И для самых стойких, кто-то живет до последних модулей, у нас идет внедрение методов машинного обучения и глубокого обучения, то есть уже в нашей нейронной сети. В принципе, это реально освоить за один учебный год совершенно невозможная задача. Огромное количество студентов у нас сейчас через это проходит. И я лично очень рад, что у нас, несмотря на все сложности с основной учебой и так далее, многие ребята реализуют проекты, где применяют различные алгоритмы искусственного интеллекта. Ну, программа специалист по анализу медицинских данных и будущей была специалист по разработке цифровых медицинских сервисов. В целом, я думаю, смысл более-менее ясен из названий. Разрабатывающих решения виртуальной дополненной реальности, соответственно, в VR также есть огромное применение для искусственного интеллекта по взаимодействию с пациентом и построению различных систем интеллектуальной помощи по терапевтической работе. Ну, и DevOps — это такая более техническая дисциплина. По сути, если мы разработали какой-то алгоритм, нам надо знать, как его доставить до нашего врача и пациента, как его разместить в среде, где он будет работать так, чтобы не падало, не глючило, и все будет хорошо. Ну, собственно, на этой программе ребята очень так и делают. И уже потихонечку я подхожу к концу своей презентации и расскажу, как у нас строится взаимодействие с нашими партнерами. У нас собрался довольно представительный пул компании, с которыми мы работаем, и наша задача — подготовить ребят, которые смогут в этой компании дальше прийти на стажировку, а еще лучше вместе с ними начать делать проект с самого начала. То есть мы от коллег просим дать идеи, какие у них есть потребности в проектах, привлекаем на них студентов. Также у студентов берем идеи их проектов, показываем их коллегам, организуем индустриальные дни. Вот у нас в июне будет, в мае будет, всех на них приглашаем. И надеемся, что ребята дальше будут продолжать работу по этому направлению после того, как окончат наш курс. И, соответственно, также мы всех призываем участвовать в Клубе предпринимателей, потому что тот подход к участию в акселерационных программах, который у нас был сегодня на первом докладе, он также очень важен, потому что очень многие проекты связаны именно с теми инициативами, которые студенты принесли, с их собственными идеями. Ну и, естественно, нельзя забывать о научных оппонентах. Центр научной карьеры также ждет наших студентов для того, чтобы дальше развиваться побольше о научных проектах. Это наш канал по Телеграме, на нем мы выкладываем анонсы всех наших мероприятий, всех наших демо-дней, индустриальных дней, выкладываем проекты, которые были реализованы, на которые мы ищем новых участников, и надеемся, что все к нам придут, всех ждем, всем рады. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Настатин Александрович, мы вас искренне благодарим за те знания, которыми мы с нами поделились, и в качестве вашего презента мы бы хотели вручить вам благодарность и межсовет обучающихся. Мы также можем фотография, например, встаньте сюда, а мы с этими фотографиями. И еще раз аплодисменты. Спасибо.